В мечети имени шейха Абдул-Хамида Афанди прошел первый республиканский конкурс на лучшее чтение Корана среди незрячих людей в памяти ученого-богослова Мухаммада Тахира Аль-Карахи. Организатором мероприятия выступил фонд озарения при поддержке Муфтиата Дагестана. Получить максимальное количество баллов было нелегко, так как оценивали конкурсантов лучшие преподаватели. Пообщался с участниками и инициаторами состязания наш корреспондент Абдул-Алиев. Быть может они не видят, но лучше остальных чувствовать сердцем. Их рожденный недуг отсутствия зрения не помешал им овладеть техника чтения священного Корана. Каждый участник конкурса как живое доказательство того, что при огромном желании можно достичь практически всего. Целью конкурса является приобщить максимальное количество людей, которые мы можем охватить к средине зрячих ребят, к Курану и к Исламу в целом. Всегда хотелось сделать что-то подобное в республике. И более того, мы пошли в этом намного дальше. У нас сейчас уже, в принципе, очень серьезные сдвиги наметились в открытии создания центра для лиц с ограниченными возможностями по изучению Корана. Опять же, благодаря мощной протекции Мухтея Республики Дагестан. Конкурсантов в составе жюри оценивали лучшие преподаватели и знатоки Корана нашей республики. Проявить себя чтецы смогли в двух номинациях. Первое – знание Корана наизусть. Второе – самое красивое чтение. Система оценивания бальная. За знание Корана наизусть участнику начислялось 70 баллов. За соблюдение правил – 25 баллов. И за красивый голос – 5 баллов. Я хочу своим участникам показать, что не все потеряно для тех, у кого зрение плохое. Что у них не все потеряно. Что они могут вот так вот учить и заучивать Коран. Если любовь есть, если стараться, то все получится. Павлия Священного Аллаха Субханата. Ну я уж первый раз участвую в конкурсе именно в Кавказе. Но это в Дагестане, короче. Ну да, альхамдулилах, очень хорошо здесь я. Мне очень понравилось. Один из гостей мероприятия – чеченский журналист и председатель общественной организации «Победивший тьму» Рамзан Мустаев. Обучение незрячих ченю Корана – один из основных родов его деятельности. По его словам, учить слепых, конечно, намного тяжелее, чем остальных. Но их стремление к знаниям намного выше. Конкурсанты прибыли не только из районов и городов Дагестана, но и из соседних республик. Некоторые из них уже неоднократно участвовали в подобных конкурсах. Многих участников одолевало желание доказать, что отсутствие зрения для них – не препятствие. Одной из целей проведения этого конкурса у организаторов было сделать назидание всем, кто, обладая зрением, не стремится научиться чтению священного Корана. Действительно, участники этого конкурса заслуживают огромного уважения и являются примером в достижении цели, несмотря ни на какие трудности. Абдулла Алиев, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала.